Здравствуйте дорогие друзья, с вами с утра время 6.43 фирмы Петерсон и я Эдуард Петер и мы с вами находимся на автобане номер 8, который ведет в Штутгарт по сути дела, но в Штутгарт мы не поедем, а поедем мы сегодня, у нас такая покатушка, мы поедем забирать Рекс-Роя, Ройчика, маленького, маленького калавартика, и поэтому я в 6 утра встал, попрощался с внуками, с женой, она осталась там помогать дочке, а мы поехали с вами за, как говорит мой внук, Я говорю, да, мы тоже нуждаемся, говорит, а мама нужна тоже, мама говорит, о нет, о нет, его мама говорит, о нет, о нет, она как увидела щеночка, которую больше внучечка, и опять ты себе теленка покупаешь, ну что ж, люблю эту породу, и впереди у нас сначала 465 километров, а потом еще 350, то есть сегодня у нас будет очень длинная поездка, я вас не буду мучить, покажу вам только вот начало, может быть, когда будем приезжать, и когда уже домой приедем, хорошо, а то вы устали, нет, если что-то по дороге будет интересно, конечно, я покажу, ну, кстати, вот эта дорога, она очень красивая, она очень красивая, видите, вот эти красивые тут мачтовые ели, или сосны, сосны, конечно, да, высокие такие, действительно, хоть мачты строят для яхты, и это очень хороший участок, это восьмой дороги, это дорога номер 8, Табана, дальше он будет точно такой же, ну, вроде-ка через 3-4, а пока вот я наслаждаюсь хорошей поездкой, солнце встает, и, в общем, пожелайте мне счастливого пути, увидимся, и так, мы по-прежнему движемся с вами на север, это уже семерка, семерка соединяет, соединяет нас с север, с юга, скажем так, поперек Германии, места здесь тоже неплохие, так, я смотрю, 360 нам осталось, 500, 140 мы проехали, не так много, но поездка приятная, большого здесь скопления нет, так, 80, да, так, внизу, нет, ничего не приятного сфотографироваться в тоннеле, фотографии плохие получаются, темные совсем, но узнаваемые, и так, ребят, я продолжаю слушать Семена Слепакова, и сейчас нам надо будет еще где-то заехать на заправочку, потому как бензин у меня скоро закончится, вот куда мы выехали, красота, здесь я редко бываю, на этом участке вообще никогда, там от Вюрсбурга, да, в сторону Ханнофора я ездил по Семеночке, а здесь, может быть, один раз, когда на тройке были огромные копки и невыносимые по 20 километров, и я решил свернуть сюда, чтобы доехать до Мюнхена по этой дороге, сначала до Восьмерки, а потом уже до самого Мюнхена, то есть вот такой у нас ландшафт сейчас пойдет, ровненький, впереди, как я сказал, 357 километров, ну что ж, поедем дальше, так, мы с вами здесь сделаем небольшую остановку, перекусим чуток, туалет здесь тоже бесплатно, обычно на таких стоянках, где есть там магазинчик, есть столовочка и так далее, там, конечно, это все платно, а здесь, тем не менее, чисто, хорошо, спокойненько, вот мы сейчас с вами тут и перекусим. Обычно я ем за рулем, скажем так, но сегодня такой день, я вообще не хочу даже вот настолько рисковать, и буду, естественно, соблюдать все правила, за рулем кушать не буду, поем здесь сейчас, и дальше мы с вами поедем. Окей? Ну, приятного аппетита, завтрак. Ну, что ж, спасибо этому дому, поедем к другому. Дорога пока легкая, больших пробок вроде не обещается, ну, если только побьются, они тут при светлой погоде, при сухом асфальте умудряются друг друга въехать. Ну, поедем аккуратно, не торопясь, будем экономить бензин и нервы. Поехали. Везет нам сегодня, то есть, такие большие ремонтные участки, у нас называются они Бауштеля, и ни одной пробки. Это редкость, ребята, это большая редкость. Я не знаю, может быть, мы рано едем, поэтому, может быть, просто это семерка, не знаю. Обычно, если вот такое вот, то скорость резко снижается. А мы с вами идем очень хорошо. Опоздание составляет всего 10 минут, несмотря на то, что мы останавливались, перерывчик делали. тем не менее, все нормально идет. Так, а что же они тут строят, эти ребята? Ну, тут догадать нечего. В общем-то, двухполосные дороги уже отжили свое. И давным-давно пора здесь это и есть расширение. пока вот мы едем по этой стороне, потом откроют то, уберут эти бетонные блоки дальше и все, каждый получит по полосе. Итого, три туда, три обратно, в плюс полоска еще для аварийной остановки. Так, что все нормально идет. Ну, что, у нас осталось с вами, дорогие друзья, чуть-чуть больше 200 километров, то есть 213, если быть точным. То есть половину мы прошли. Сейчас обгоним этого писателя Капитала, товарища Макса. Он всю дорогу со мной гоняется на 7-ой. То я его обгоняю, вот и обгоняю. Но дело в том, что мы с вами идем тоже примерно с такой же скоростью, как автобус. Я никуда не смешно, не напрягаюсь, потому как ехать еще тут 200, а потом еще 300, 500. Поэтому мне нужно ехать ровно, без всяких стрессов. Нас там ждут все равно в час, но я думаю, что мы приедем, если все хорошо, в 12. Здесь у нас равнинка такая, но мы в средней части Германии, скажем так. Это и есть родина Хова-Вартов. Отсюда у них пошло их разведение, и здесь они в основном и допустятся, скажем так. Здесь друг от друга недалеко три цуфтора, то есть три заводчика, которые занимаются ховавартами. Мне, честно слово, жаль, что они как бы не пропагандируют, я уже говорил об этом, это действительно жаль, это прекрасная порода, хороший семьянин, отличный защитник, ну что еще? Ну да, упертый, может быть поэтому упертые они. Ну вот сейчас возьмем малыша, повезем, посмотрим, как он дорогу перенесет. Ну что, я думаю, вдвоем мы с ним потихоньку справимся. Так, здесь в основном идут поля, деревушки, ну там от силы тысяча человек, несколько домов. Так, ну я вам скажу, что семерка очень-очень-очень перекопана. Вот, это я уже не знаю, со счета сбился, сколько здесь этих строительных участков, я честно уже со счета сбился. Это как-то ненормально немножко. и нам везет, нам везет, по-прежнему нам везет. Ну мы не в час пик, поэтому как бы кому надо на работу он уже уехал, да, а эти грузовики уже кое-что развезли, так, 80. Но здесь это прям, вот я говорю, что я даже не ожидал, я не ездил по ней очень долго, что здесь столько их, притормозили. Нам до поворота нормального съезда с автобана вообще-то 164 километра, не так много. Не доезжая касселем и тут ехали. Вот, возле фолды еще могут быть пробки, пробки, это большой городок, ну, Кассель, но мы съедем. И там пойдем по полям, по горам, ребят, там очень долго плутать, там нет прямой дороги, поэтому она рассчитывает как минимум на эти несчастные, там, я не знаю, 30-40 километров, она считает час и правильно считает, потому что первый раз, когда я туда ездил, это была катастрофа просто. Моя навигация путалась со страшной силой, вводила меня из стороны в сторону, но главное, что мы там доехали, доедем и сегодня. Итак, сейчас проедем это, кладут новый асфальт, кладут хорошо, ребят, я посмотрел, как в России кидают в лужи асфальт, зимой кладут, для меня это было, конечно, в шок, это перевод денег больше ничего, то есть, ну, я не знаю, и рабочему наверное ему все равно, лезь бы Мукин лопатает свою норму, но с другой стороны, ребята, вот это наплевательское отношение во всем и ко всему, ну, вот она к этому и приводит, ладно, здесь вот хорошо, на плакатах написано штав равно ритмс газа, в переводе это так, что есть пробка, то мы должны формировать проезд для спасения машин скорой помощи и так далее, пожарных, полиции, мы должны формировать проезд, делает это так, что разъезжается влево и вправо машина и остается как раз проезд для быстрый такой такой путь для оказания скорой помощи пострадавшим или полиция быстро прибывает на место. Так что у нас только однажды здесь случилось, что вот не могла срочно попасть пожарные и скорая помощь и люди пострадали и после этого теперь на каждом мосту беседы. Хотя я такого не встречал, чтобы сколько у меня было таких случаев, а их часто бывает, я не встречал такого, чтобы люди не расступались, все делают, все это делают и хвостов за ним нет. То есть если раздвинулись, что это только для опять. Ну ты посмотри. Опять знак, что у нас будет сейчас здесь дают. Что это только для машин специальных. И это здорово. Ты знаешь, что если что-то произошло, то они очень быстро приезжают. Очень быстро приезжают. Я знаю, что в городе полиция или скорая через 3 минуты. Редко, когда больше. Во всяком случае, если ты именно в глубинках где-то находишься, да, то это действительно так. В городе очень быстро и полиция и доезжает, и ну пожарное само-самое. мы это познали на собственном опыте. Ну как мы. Моя дочь пошла сына в магазин, а печь переклинила и загорелась. сразу сработала сигнализация. В общем, мы не прогулили в магазин. Там магазин рядом. 15 минут, через 15 минут пришли, уже все потушили там. Успела заняться только кухня. Ну, а там все остальное естественно на гаре пропиталось и так далее. то есть ремонт обошелся в 36 тысяч, но частники они хорошо страхуют свои дома, потому что знают, что лучше это сделать, отдать малую часть, чем потом потерять все. И за 3 или 4 месяца, пока дочь с мужем и с детьми жили на квартире специально сняли квартиру. Все, все привели, все новое, все абсолютно вот и я когда приехал потом я вообще не нашел никаких следов, никакого намека, что в квартире был пожар. То есть в этом плане здесь тоже очень и очень хорошо. Так, ну ладно, сейчас пошло уже я смотрю 199, потерпим немножко и доедем. Ну а сейчас мы с вами проезжаем кусочек Верхней Баварии. Отсюда здесь и эти горы небольшие, да? Это Вармианка, естественно. Но тем не менее симпатично, красиво. Я люблю такие пейзажи. Там виден мост вдалеке. Сейчас мы по небо и поедем. Вот. Природа в Германии хороша. Конечно, не так, как все били. Нет таких красот. Но по-своему, да, чисто, красиво, ухожено. Все к дикой такой природе нет, но наберет вот такой вот ухоженности, красивости. красот. уже начинает деревья желтеть конец августа. Но это еще не осень. Здесь осень считаться будет где-то с 20 сентября. Вот так. То есть, как у нас немножко разделяют. Не по месяцам, а примерно как оно должно быть. до сворота и проезда по деревням остается около ста километров. Ну и там, как я сказал, час будем плутать по деревне. Мы как раз вовремя приедем. 11.59 стоит. Да? Хорошо. Поехали дальше. Ну вот нам осталось 100 километров. Давайте сделаем небольшую остановочку. Я чуть-чуть тоже перекушу. ногами поболтаю. Обычно, ребята, я спокойно доезжаю 500 километров туда-сюда. Неважно в какую сторону. Ну 500-570 я могу без остановок ехать. Но сейчас другая ситуация. И ответственно не только за себя, но и за того, с кем мы поедем обратно. Поэтому я предпочитаю сейчас делать небольшие короткие остановки, чтобы можно было расслабиться. Тем более, что нас рано не ждут. Я сказал, что мы в час приемем, а сейчас время, если меня не изменяет, 10-23. Вот этот туалет, кстати, вот спереди такой. Интересно. как видите, то, что мы были с вами, это не исключение на первой. Здесь всегда чисто, хорошо и приятно. Так, ладно, я сейчас поболтаю ногами, перекушу и дальше. Вот, смотрите, пришел немец, чтобы выбросить окурок. Затушил, так. И выбросил. Вот посему, ребята, здесь и порядок. Теперь его жена идет. Выбросить ненужные бумажки я уже. То есть чисто не там, ребят, где убирает, чисто там, где не ссорят. так, ну, а мы с вами тронемся сейчас, да? Давайте. Тоже чистое, приятное местечко. так, едем, едем в соседнее село, на дискретику, увидим, в том, т, в том, вот, когда он манжем, в том, Поедем так же ровно, спокойно Из каких-либо выкрутасов Через 10 километров, говорит, будет уже вам роскошная стоянка С едой, столовой, с туалетом Где-то все есть Для приятного времяпровождения Ну, мы люди Егорды Можно уходить и бесплатно Не так шикарно, но придет Итак, ребята, мы встретимся с вами тогда теперь, когда мы пересечем Вернее, свернем на нужную нам дорогу деревенскую Это будет через 100 километров Здесь, потому что надоел маячить перед носом Или сзади Никак мы с ним не расстаемся Так Ладно Сейчас сделаем следующее Поставим себя сюда Через 3 километра, говорят, будет съезд Тогда мы сюда поставимся Поближе И начнем готовиться Так Полтора километра И мы уже повернем Так, это в сторону Касселя 49-ая, да? А 49-ая пойдем? Нет, он ведь 79-ая нам нужно Или? Нет, все правильно А 49-ая нам нужно съезд Так А Кассель, ребята, он находится как раз посередине Германии Вот Тотиколка, наверное, там он и будет Середку Так Ладно Мы там пиццу не будем Вот 49-ая нам показывает Начнем сходить Сюда продолжим путь И вот сюда И вот сюда Вот так Сейчас вот начались Светофоры Это говорит о том, что мы с автобана съехали Ну и теперь мы будем пилить тут по всем этим деревням Деваться некуда Другой у них дороги нет Это глухомань По немецким понятиям Глухомань Но лучше вам судить на сколько Так Межгородская улица 70 Ну поймем 70 Не даром он говорит, что Мы почти 40 минут будем ехать эти несчастные 40 километров Ну ничего, я говорю, у нас время Балом Потихонечку пойдем Здесь уже наверное 70 Хотя изменений нет Поеем 70 пока А тут заправки подешевле Это хорошо Потому что я заправлялся Завора 70 Там Здесь Вора 50 Это Вполне сложно 36 километров Ну что ж Давайте Поедем В Междугородке Я пожалуй вас включу Ребята Потому как мы едем В новом для нас городе Мы едем По Кассе Не думал Я не гадал Никак не ожидал Но в Кассе Мы ехали Я просто не помню Как последний раз Мы ехали Здесь надо сделать Такое Колечко Сейчас Давай автобус Давай автобус Так, хорошо Сейчас Сделаем Это колечко И поедем Дальше Пока Зеленый Хорошо Теперь нам надо Сдвинуться Вот сюда По-моему Вот так Все Ну Кассель Большой город Я не помню Сколько По немецким Понятиям Конечно Не помню Сколько У него жителей Можете Посмотреть Если хотите Вот Так Тут что-то Все смешалось У нас Я не пойму Куда он хочет Меня вывезти Это Вон да Зеленая Так Попробую Сюда Сейчас Повернуть Налево Как бы Она говорит Налево На Б7 Ну хорошо Поедем На Б7 Тут Обе Недалеко Так На Б7 И дальше Дрезден 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 О чем Говоришь Что можно Доехать До Дрездена По Эти дороги Так Шучу Но действительно Они как бы Называют Это По имени Направление Дрезден Так Дрезден Нет Дрезден Нам не надо Так Куда Теперь Как Понять Пока Прямо Пока Прямо Так Развигаемся Сюда Влево Не люблю А по чужим Городам Ездить А кто любит Правда Так Теперь Вот здесь Должны Повернуть Насколько Я понимаю В город Нам не надо Правильно На 7 И 83 Это Наша Дорога Сдвинемся Направо Там Какие-то Церковь Такая Высокая Большая Странно Таких Ни раз Не видно Здесь Так Едем Дальше Пока Еще Прямо Потом Будем Сдвигаться В правую сторону Через 500 Метров Университет Кассель Заменитые Немецкие Университеты Которые Значение Своё То Которое У них Было Популярно Сколько-то Подрастеряли За последние За последние 30-40 лет Дальше Дальше Вот Теперь Прямо Девять Километров Поеем Посмотрим По сторонам С вами Типичный Немецкий Городок Турмазин 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 Так Пока Ничего я не вижу Такого Пустые Хорошо Знаю Норд Рангвестфаля И Бавария Хорошо Знаю Эти Города Я Не знаю За 20 лет Может быть Второй Раз Я проезжаю В Так Смотрим Так 8 И 8 Километров Отлично Оточен Наз Ну, опять же, мы по окраинам города едем, и в центре, и слава Богу, у меня навигационная система, она страсть как любит меня завести в центр, а потом из центра уже куда надо, вот такая у меня привычка есть, нехорошая, бякинская. Ну, вот, пожалуйста, эдико, магазин везде в Германии, магазин эдико, и рядом со мной тоже эдико, мы с вами там были, бутылки сдавали, хе-хе, так, 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 ну что, Рекс Рой, Ройчик, Рой мой дорогой, золотой, нам осталось с тобой вот 3-4 километра, или, так, 33 минуты, до встречи, ну, я думаю, будет больше, со светофора у нас все преимущество заберут, что мы с вами накатали за 500, они у нас все заберут, а будем, думаю, вот эту бетонную мешалку, что-то она мне не нравится, перед носом торчит, так, и поедем дальше, ну, это тоже вот типично, когда на окраине, вот там вот это такое есть, типичное здание, 3-4 этажное, заправка, уэро-52, отлично, обратно поедем, если не хватит, заправимся, должно хватить, и ехал, я аккуратно, держим полтинничек, скорость, смотрим по сторонам, машина поливает деревья, жарко нынче, все повыгорело, обычно всегда зеленое, зеленое, предзеленое, вот это даже 149, уэро-49, да, нет, уэро-51,9, еще нам 7 километров, через 7 километров будем поворачивать куда-то, обратите внимание, слева, вот это кирпичное здание, ничто иное, как мусорка, и вот эти вот кубики, это то, что они прессуют, вот, на воротах написано, то есть мы все можем переработать, почти все, потому что если они напишут все, я им такое привезу и скажу, а у вас так написано, все не ответится, поэтому они пишут, мы почти все можем переработать, вот, мы из касселя выехали с вами, нам осталось еще 5 километров, и мы повернем туда, куда там можно, ну, в этот раз нас повели немножко другой дорогой, ну, тем не менее, я думаю, немножко касселя посмотрели, что неплохо, так, правда, светофоров все тут навтыкали, все, поехали, вот, стоп, это значит, мы вышли еще на одну междугородку, хорошо, быстрее доедем, хотя через 5 километров обезть езжать, да, что ж, ну, поехали, дальше, так, приготовимся, через 900 метров будем съезжать, так, это я думаю, что вот здесь, да, предчувствие меня не обманули, 80, пошел, ну, теперь вот начнем здесь плутать, по этим закоулочкам, и реветским, это интересный знак, снятие ограничений, да, через 500 метров будет уже другая история, так, вперед, навстречу, к новым приключениям, что-то вроде бы знакомое начинает вырисовываться, вот вам деревенские дороги, ребят, от деревни к деревне, ну, разве не прелесть, да, вот так у нас 11 километров мы поедем, по такой хорошей дороге, ну, сейчас немножко по деревушкам поедем, там осталось 8 километров, по сути, вот туда 50, 50, 50, 50, забрасываем скоростью, ну, дома немножко друг, и чуть-чуть архитектура, ну, в массе своя, конечно, все равно похожа, так, старая какая-то развалюха, а может где-то памятник архитектуры, хе-хе, тут все там всяко может быть, ну, это так называемая фах хойза, то есть я вам рассказывал с деревянными этими балками и заложенной или глиной, или кирпичом, ну, раньше глиной, сейчас кирпичиком попозже прокладывали, ну, довольно-таки крепкие строения, по 200 лет я видел, так, сзади нас подпирает девушка, а мы ее будем торопиться, 80 здесь и какой-то крутой склон, приготовимся, т.е. ууи! уууу-уу! зата панорама какая! И вот где-то в одной из этих деревушек живет, поживает рой, мой любимый, дорогой, золотой! так дорогие друзья наше путешествие подходит к концу ну в смысле половина наша еще не подошла к концу мы едем сейчас нам осталось всего 2 километра и там должен быть впереди замок вернее не замок а крепость оборонительное какое-то сооружение сейчас посмотрим я по-моему в прошлый раз мы ехали по другой дороге но так как я не занимался тем чтобы ее запоминать нам кажется с другой стороны заехали ну чем меньше мы тут петляли в общем-то так смотрим он говорит что вот сюда нам надо поворачивать вот сюда нас поворачивать а дальше езжать в деревню я так понимаю да вот теперь мы в деревне-то и въездим так зеленый у нас ну здесь вот эти фаххозер то есть домики очень популярны никто их не сносил вот они роза на потеке аптека розов роз розов тоже сказал блин так едем дальше дальше да через 500 метров мы должны трендельбург это оно трендельбург это он и есть то самое местечко теперь нам надо где-то повернуть так чтобы попасть вот там эдако все правильно теперь я это все узнаю в эдако мы с вами сейчас остановимся там повернем остановимся и пойдем навстречу милым и родным Собакином вот он справа тут живет вот тут он живет сюда и подъедем сейчас поставим так ну что ж ребята я взволнован честно говоря первая часть нашего путешествия закончилась теперь нам надо брать маленького грузить и ехать с ним домой здесь бы все хорошо чтобы спал не пищал да ну давайте пойдемте на встречу стоит вот вы вот вот Продолжение следует...